Добрый вечер! В эфире программа «Специальный корреспондент». Сегодня на Украине началась карательная операция против народа Юго-Востока. Наш специальный корреспондент Александр Рогаткин находится в гуще событий. Сейчас он у нас на прямой связи. Здравствуй, Александр! Я знаю, ты только что вернулся из Краматорска, где шел или идет бой. Да, здравствуй, Александр Рогаткин. Буквально несколько минут назад. Немножко не так. Там сейчас бой не идет. Дело в том, что впервые за последние дни военный самолет открыл огонь по жителям Краматорска. Утром жители и ополченцы пытались захватить аэродром, пытались захватить взлетную полосу, чтобы не дать возможность вертолетам разгрузить десант. Но в ответ сначала открыли огонь солдаты или, как сейчас их называют, бойцы Национальной гвардии. До сих пор непонятно, кто там сейчас охраняет этот аэродром. Открыли ответный огонь. Два человека было ранено. И, как говорят, прилетел боевой самолет. Он также открыл предупредительный огонь, но не в людей стрелял мимо по взлетной полосе из пулеметов. Вот в результате этого столкновения два человека были ранены. Один не очень сильно, но одного ополченца увезли в больницу на скорой помощи. Вот такая ситуация. После этого жители пошли уже на штурм ворот, пытались их взломать. И тогда солдаты Национальной гвардии начали стрелять над их головами. То есть все это продолжалось где-то минут 20-30. Ворота в результате оказались заблокированы. Их завалили покрышками, завалили какими-то досками, прикатили бочки. В общем, в данный момент, как я созванивался с людьми на этой импровизированной баррикаде, не было никаких выстрелов. Но ситуация, я повторяю, очень и очень тяжелая. Саша, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А теперь новость из Киева, которую я получил. Созванился со своими товарищами в Киеве, и вот что выяснилось. Апелляционный суд Киева, в здании апелляционного суда Киева были заблокированы 70 бойцов киевского Беркута. Заблокированы правым сектором, который окружил здание. Требуют их голов. Сейчас там будут переговоры в ближайших переулках сосредоточено еще около 200-300 вооруженных в автобусах сидящих бойцов Беркута-Бендерцев, которые жаждут крови этих людей. И я дал координаты Александру, депутат Европарламента, который, может быть, поможет этим людям избежать самого страшного. Я созвонился, там некий Михаил, он сказал, что... Михаил это кто? Командир роты Беркута. Я созвонился к нему, спросил, что происходит, оставил свои координаты. То есть сейчас сложно кого-то очень оперативно найти, но что будем искать, выяснять. Я им сказал, чтобы они держали выдержку и ни в коем случае не поддавались на провокации. Он сказал, что там за этим... за периметром находятся люди вооруженные в машинах. Они определились с автоматическим оружием и что они, в общем, в целом опасаются за то, что не могут спровоцировать и расстрелять. Резня вот-вот скоро будет в разгаре. Не дай бог, конечно. Ну вот сейчас мы все слышим, Сергей Иванович, все видим. Да? Что это? Начало чего вот это Краматорск? Значит, это начало авантюристической кровавой бойни, которую пытаются развязать. И тут главное заключается в том, что уже сказано о том, что войска будут применяться. Да? Войска, понимаете? Армия. Армия. Что случилось? Мы все здесь взрослые люди. Конституция запрещает. Конституция это запрещает. Люди эти, самозванцы, они про себя это знают. Кто они такие, чтобы принимать решение о применении армии? Армии, то есть установок ГРАД, тяжелой техники, танков. Вот мы видим самолетов, да? И, наконец, против кого? Что сделали эти люди, которых они называют террористами? Вот мы видим, как правый сектор захватил заложников в виде Беркута и требует их линчевать. Это терроризм. Это захват заложников. А что сделали эти люди? Сейчас, в эти минуты. Вот люди, невинные люди, которых мы видим в Славянске и в других городах. Что они сделали? Они привели в действие, так сказать, какие-нибудь, упаси бог, тяжелые бомбы. Они, так сказать, убивают людей. Они грабят, мародерствуют. Тут видно, что они мирные. Ведь все, что вы показываем, это не анимации. Это правда. Тут пахнет все миром от этого населения, которое единственное, чего хочет. Федерализации. Не сепаратизма. Не расчленения государства. Она хочет того, что есть в Федеративной Республике Германии, что есть в Российской Федерации, что есть в Швейцарии. Она хочет этого законным путем в США, где угодно. И в ответ на это надо применить против мирного населения, еще раз подчеркну, армию, это тяжелейшее кровавое преступление. Катя, а можно пока Александр? В связи один вопрос. Ряд информационных каналов, Александр, ряд информационных каналов сообщили о том, что среди тех, кто захватывал аэропорт, были люди из американской частной компании Blackwater. Это как-то подтверждается? Там были люди, которые говорили по-английски, что-то говорят об этом? Ряд информационных агентств вот сейчас об этом сообщили. Смотрите, аэропорт пытались захватить ополченцы и мирные жители. Дело в том, что, возможно, на этот аэродром приземлились вертолеты, которые и привезли бойцов этой частной армии. Я же говорю, сейчас нет точной информации, кого вообще высаживали эти вертолеты. Кто-то говорит, что это были бойцы национальной гвардии, потому что они были в черной форме. Кто-то говорит, что это были обычные десантники. Информации точно нет. Но вот я своими глазами и видел, что когда мы уезжали оттуда, взлетел вертолет. И люди видели, что он забрал оттуда людей. То есть какое-то количество увезли. Вот просто к разговору, когда мы говорили, что... Сейчас, секунду. Задержка 5 секунд. Саша, что произошло в Славянске и что происходит в Славянске сейчас? Вы в Славянске сейчас? Ну вот я сейчас нахожусь в Славянске. В Славянске достаточно спокойная обстановка. Да, ополченцы, жители сами контролируют город. Город окружен баррикадами. На них ополченцы. Улицы патрулирует. Милиция вместе с бойцами самообороны. В принципе, все тихо и спокойно. Вот вокруг меня стоят люди. Они не дадут соврать, что вроде никаких случаев мародерства, о которых говорил мэр этого города, не было. Вот вы слышите их реакцию. Здесь все спокойно. Работают магазины. Работают предприятия, больницы. Есть свет, есть водоснабжение. Так что все спокойно. Единственное, что напрягает людей, то, что украинская власть считает их террористами и объявила против них антитеррористическую операцию и направила сюда бронетехнику. Направила сюда авиацию и направила вертолеты. Спасибо. Аркадий, можно сказать? Спасибо. Виктор, пожалуйста. Вот смотрите по деталям. Краматорск, атака. Скорее всего, дальше будет Луганск, Славянск, Донецк. И у меня такое ощущение, что армия украинская не хочет сама идти вперед. Они понимают, чем кончится, да, что против своего народа. Поэтому пускают отморозков из Нацгвардии. То есть Майдану и Бендеру, которая идет, и она за людей в восток Украины не считает. Это так, как вы думаете? Аркадий, значит, если смотреть сегодня на юго-восток Украины военными глазами, то мы совершенно отчетливо видим множество опорных пунктов, больших и маленьких. Это Донецк, это Луганск, это Славянск и так далее. Все это сейчас находится, к счастью, под контролем самооборонцев. Но здесь встает вопрос, конечно, кто участвует. Армия действительно участвует. Армия подтягивается, но скорее всего, что ей будут преданы функции только блокирования этих пунктов, опорных пунктов людей, которые называются самооборонцами. Вы посмотрите, они стягивают туда все силовые компоненты, которые только можно. Там огромный пассианс. Это и отряды спецназа, это и национальная гвардия, это резервисты, это танкисты, артиллеристы. Даже ГРАД притащили самое смертоносное оружие, которое сегодня там находится. Но вы, конечно, спрашиваете, как они будут действовать. Они прекрасно учли опыт, наш печальный опыт в Грозном, вы знаете. И если они сунутся в эти города, то, безусловно, у Запоростали будет очень много железа для того, чтобы переплавлять эти сгоревшие танки и БТРы. Значит, что делают они сейчас? Зачем они взяли Краматорск? Они взяли Краматорск для того, чтобы получить базу десантирования на аэродроме, который находится в районе Краматорска, чтобы потом, блокировав Краматорск, все-таки первым делом снять Славянск. Потому что Славянск летит на стратегии. Почему они боятся больше, что Славянск? Они боятся, что с Харькова, по этой железнодорожной магистрали, пойдут эшелоны на помощь юго-восточным братьям. И потому этот опорный пункт, конечно, для них кость в горле. Конечно, они прекрасно это понимают. Уже несколько тейсов Через несколько минут будем разговаривать. Сейчас смотрим фильм Александра Рогаткина, противостояние, часть вторая. Восточная Украина. Народ захватывает государственные учреждения в Донецке и Луганске. Требует проведения референдума. Киев называет людей террористами, угрожает полномасштабной войсковой операцией. В Донбасс против своих граждан власть отправляет бронетехнику и авиацию. Еще никогда Украина не была так близка к гражданской войне. Вслед за Луганском и Донецком поднимается и остальной Донбасс. В Славянске протестующие захватили отдел внутренних дел и здание СБУ. На въездах в город появились баррикады. Шахтеры, студенты, казаки почувствовали себя единым народом впервые за последние 20 лет. Основная масса казаков. Есть такие, которые просто прибились от безысходности. Да никакой безысходности. Безысходность, потому что власть душила так, что уже просто не было сил. Донецк объявила добровольную армию. Правительство народное создано. Начинается работа. То есть нам нужно поддерживать на местах. На площадях народное ликование. Россия! Россия! Препереку! Приходят сообщения из других городов Донецкой области. На Донбассе сейчас происходит народное восстание, которое берет в руки свою власть. И народ подымается по всем городам. Сейчас уже в Красном Лимане, в городе Краматорске народные ополченцы взяли власть в руки свои. Все дороги стараются перекрыть. Я домой съеду! На блокпостах дружинники с охотничьими двустволками. Милицейские машины покорно останавливаются для проверки. Нормально. Ночь в городе прошла неспокойно. Была слышна автоматная стрельба. На прорыв пытались пройти БТРы. Поэтому ополченцы вынуждены были поджечь свои баррикады. Нервозная обстановка в Славянске на всех постах. Да пошел! Везде требуют подкрепления. А ну извини, но у нас тоже один автомат на всю грязь. Я сам без патрон, без ничего. Малой! А ну вали сюда! Над городом кружат вертолеты. Кровь уже пролилась. По данным украинских властей убит один и ранено четыре сотрудника СБУ. Первая перестрелка произошла на трассе Харьков-Ростов. Вот на ней осталось несколько автомобилей с пулевыми отверстиями. Подходят бойцы самообороны. Ребят, что здесь произошло в российской телевидении? Расскажите. Пока без комментариев. Свидетелем перестрелки стал депутат районного совета. Здесь стояли украинские БТРы. Военные якобы вели переговоры с жителями Славянска. Неожиданно появился белый автомобиль службы охраны. Из него и начали стрелять. Тут услышал выстрелы, резко выглянул. Увидел, что с этой машины выскочило четверо. В камуфляже стреляют. Я, естественно, в фиолетовую машину лег на дно. Ребята, давай отстреливаться. Депутат успел снять на телефон результат перестрелки. Вот я сейчас пойду их машины снимать, их не БТРы. Так, куда попало, где болит? В грудь. В грудь попало. В грудь? Живой, брат. Так, а ты с ними был, да? Так, аптечку сейчас. Вот парня застрелили. В черной форме, не в камуфляжной. Убитый. Я попробовал. Он холодный. Ну, стрельба только прошла, а он холодный абсолютно. Кто эти люди? Были ли они сотрудниками СБУ и кто стрелял, так до сих пор непонятно. БТРы отогнали от Славянска в сторону Харькова. На месте перестрелки остались гильзы от автомата Калашникова и от оружия натовского образца. Ополченцы говорят, что теперь уже точно автоматы не сложат. Это моя земля, это земля наших русских братьев. Это не понять тем людям из Закарпатия, что, почему так мы реагируем. Мы ходили мирными демонстрациями. Почему можно еврофлаг нести, это не сепаратизм. А русский славянский флаг достать, это сепаратизм. Стреляли и в центре города. Неизвестный открыл огонь из пистолета по жителям и ополченцам. Погиб один человек. Двое молодых людей. Один с ранением живот, второе ранение грудная клетка и шеи, молодые ребята и один труп. В приемном покое рыдает девушка Женя. Ее муж был ранен пулей провокатора. На подъезде к Артемовску жители остановили военный грузовик с оружием. Оказалось, что это национальная гвардия пыталась проехать в Славянск. Для маскировки у них были георгиевские ленты. В кузове Калашникова и выстрелы к ручному противотанковому гранатомету. Все это досталось ополченцам. Показывайте. Ставьте. Калаши. Аккуратнее держите. Выстрелы, выстрелы для РПГ. Кто вез? Куда это все? Это на Славянске. А вот жители поселка Родинское гоняют по полю заблудившийся танк. Кого ты стрелять забрал? Что ты автомат достал? Глуши! Глуши, да! Неопытный экипаж отстал от колонны, которую направили усмирять восставший Славянск и потерялся среди донбасских просторов. Ты понимаешь, сейчас люди кинутся, тебе автомат не поможет. Стой! Глуши! Обозленные жители чуть было не отобрали танк у его незадачливого командира. Я разводил со стороны Харькова два танка слышишь? Глуши наших пацанов! В Донецке на сторону народа переходит Беркут. Власть гнобила и унижала элиту украинской милиции все это время. Потом потребовала, чтобы спецназ пошел штурмовать захваченной администрацией. Беркут ответил спасибо. Один раз мы уже выполнили приказ и поехали сами захватывать управление внутренних дел. Мы направляемся в УВД области Донецкой поддержать народ наш чтобы они видели что мы с ними что мы не бросили их и не будем выступать против них. Получается вы все перешли на сторону народа? Начнется люстрации как нам объяснили то есть это мы уже как отработанный материал. нас не только власть предала нас предала наша УВД здесь Донецкая они все перекрасились все убрали нормального генерала Романова которого мы ждем любим уважаем он вывез единственных кто вывез наших пацанов раненых перед зданием УВД Беркут встречают восторженные крики горожан никто не будет переименовывать его вас никто не просит народ с вами через пять минут здание УВД под контролем Донецкого Беркута я сейчас провел переговоры с начальником УВД области через пять минут он придет сюда и скажет что милиция с народа здание наше здание наше в Луганске уже вторую неделю восставшие с оружием в руках удерживают здание областного управления службы безопасности Украины перед ним ежедневные многотысячные митинги над площадью кружит украинский штурмовик машет крыльями смотри пацаны смотри как он идет люди теряются в догадках то ли это угроза то ли поддержка со стороны ВВС но на случай штурма заправляют запалы в бутылки с зажигательной смесью похоже Майдан научил и вас конечно научил надо свое отстаивать 48 часов я буду защищать Донецкую Луганскую область будем защищаться Восток молчал понимаешь до последнего Донбасс кому он нужен мы сами на себя работали мы не хотели никого не кормить я вот шахтер я лично шахтер я сейчас работаю комбайнером работаю сегодня выходной приехал сюда поддержать своих ребят Россию ждем помощи надо ждем помощи конечно же нас сегодня хотят убить едут где-то уже готовятся стоят автобусы ТР где-то стоят помощи нас мало а мы в Тельняшке их пугают новым законом о сепаратизме большими сроками а то и пожизненным заключением назад дороги нет сращают по полной то что получается мы уже сюда приехали вот до СБУ мы получается уже пожизненно себе заработали отсюда нам выхода нет вот как мы я теперь поеду к себе в город и получается что все меня отсюда арестуют и повезут куда-то они на Майдане 4 месяца стояли это не за свободу это свобода слова а у нас получается сепаратизм я в демократической стране жил и хотел бы жить пытаемся пройти через все баррикады и посты в само здание службы безопасности Украины после штурма его уже несколько дней удерживают бойцы так называемой армии Юго-Востока нас узнают и пропускают мы находимся внутри это первая линия обороны здания СБУ здесь висит российский флаг и несколько бойцов в полном боевом амудировании с оружием готовы ко всему здесь все по-военному командир роты отвечает за главный вход он захвачен после штурма камуфляжа это форма СБУ еще вчера был обычным луганским пожарным теперь говорит что приходится тушить пожар во всей стране дома его ждут двое детей о передвижении границ России сюда речь не идет мы хотим референдума мы хотим изъявить свое желание дайте людям Донбасса сказать и Юго-Востока в целом сказать свое слово мы за себя сами решим мы знаем что такое как жить мы прожили я прожил 50 лет я знаю как жить 5 президентов поменялось что у нас изменилось а это комендант обороны Сергей Грачев луганский водитель в его распоряжение дежурная часть СБУ выдает пропуска посетителям до свидания а что за печать у вас печать у нас как положено это наверное тихо стас мы просто используем и да и все никакого мародерства разграбления здания нет все все телефоны сохранились вот оно все все на месте ну что ж мы же не варвары а Авакову можно отсюда позвонить или Турчинову я не знаю мы отсюда ничего не звонили никому работает телефон после захвата ополченцам досталось все оружие которое хранилось в подвалах СБУ а это одна из боевых точек на этаже оружие здесь действительно море автоматы Калашникова практически в смазке ручной пулемет бронежилеты и главное огромное количество боеприпасов обороняться здесь можно долго проходите проходите в оружейных лежат пулеметы еще второй мировой вот они они лежат новенькие в смазочке пожалуйста прицелы все есть сабли даже есть у нас казачьи вот еще принесли мешок с выстрелами для противотанкового гранатомета что это такое я не знаю свечки какие-то наверное я даже без понятия товарищ комендант ну их много у вас кого у нас всего много я же говорю здесь строилось КГБ в каком году это строилось ну здесь же не глупые люди сидели всем оборонять здание даже нет необходимости подземные ходы оставшиеся со времен КГБ заминированы часть ополченцев по информации уже разбились на мелкие группы чтобы в случае нападения ударить с тылу пошли пошли но те кто защищает СБУ с оружием в город не выходит сдают вооруженную подроспись человек желает выйти на улицу правильно он прежде чем выйти на улицу он разоружается мы потом только выдаем пропуск приходит отдает пропуск мы ему назад отдаем то что он оставил в одном из кабинетов организовали медпункт горожане передают сюда лекарства медсестра Лена пришла сюда чтобы остаться с ополченцами до конца честно говорю я готова стоять здесь до последнего меня отсюда не может вытянуть ни муж ни моя семья у меня здесь друзья знакомые вот новые друзья с которыми я познакомилась я готова стоять здесь день и ночь вы понимаете что отсюда можно не выйти я понимаю но и на пожизненно я тоже идти не хочу ребята нам сказали так кто с оружием кто террористами считается тот идет как до 15 лет а я как координатор иду на пожизненное поэтому ребята вот такая ситуация мне что туда идти что здесь стоять есть и первые пациенты у одного из ополченцев гипертония как же вы так с давлением да еще и на войну пошли да ладно ребята все нормально будет какая война пусть сунутся у нас тут все по взрослому сколько вам лет 54 что вас заставило в этом возрасте взять в руки оружие я свою землю мы помним свои корни знаем кто мы такие если не забыли мы знаем что наши деды подложились за свою землю я думаю мы не стыдно им будет за нас здесь всех возрастов и молодежь и пенсионеры особой группой держатся ветераны афганцы они при полном параде в орденах и медалях это наша земля здесь культе делать нечего окна завалены мешками с песком превращены в бойницы в коридорах темно власти полностью отключили здания от водоснабжения от электричества где-то справляются с генераторами а где-то вот просто обходятся обычными свечками в луганской СБУ на переговоры приезжали представители новой власти из Киева депутаты от партии регионов тоже навещают но отношения к ним разные Сергея Тегибко приняли а вот бывшего губернатора Харьковской области люди на площади встретили недружелюбно ребята не бейте выпустите его нафиг зачем это нафиг вали сука вали сука так на первый этаж давайте там добкина чехи бьют чехи узнают что делать вам приехали поговорить вы что убирайте убирайте ну и вон нафиг пусть уезжает нам не надо давай уезжай я член партии регионов я буду до конца если там пи*** я не виноват я ж не воровал я работал на них вот обыкновенный водитель у меня работал в автобазе в 7 часов проснулся по 8 выехал сюда если каждый день работаешь даже суббота воскресенье у меня выходит где-то 3,5-4 тысячи это без выходных а если выходные включаешь у меня под 1800 у меня элементы еще и что это получается гас сейчас подорожал подорожал свет подорожает бензин подорожает хлеб подорожает однозначно пи*** сдохнет руководителем восстания стал старший сержант запаса ВДВ Валерий Болотов это он с товарищами в масках-балаклавах предупреждал новую украинскую власть что если она не захочет прислушаться к юго-восточным регионам то люди возьмут в руки оружие мы не должны отступать это наша земля специальный корреспондент телеканала России а вы Валерий Болотов тот самый человек который взял на себя ответственность за жизни людей и ответственность за восстание совершенно верно я Валерий Болотов то есть вы контролируете ситуацию? на данный момент да полностью здание и вся территория СБУ Луганской области полностью под нашим контролем наши требования это федерализация то есть референдум и закон о федерализации вот и еще естественно отпускать бойцов Беркута и солдат ВВ для ополчанцев круглосуточно работает столовая СБУ вкусный корм очень продукты привозят со всего города на улице полевые кухни а в пятиэтажке как раз напротив СБУ даже появилось бесплатное кафе Ирина просто открывает окно и с подругой разливает митингующим чай и делает бутерброды они в окно чай с бутербродами а им обратно коробки с продуктами в магазин зашли взяли специально а что ж то есть такое в едином патриотическом парке ну конечно конечно один за всех и все за одного кто-то палкой мы единое целое да а как же будете как же будете обороняться если чайку не попивешь холодно он падит по Луганску объявлен сбор средств для протестующих мы с вами приносим и свои деньги вложим в копилку для поддержки нам денег не надо у нас деньги свои мы принесли на сигареты на продукты на те же бутерброды на чай, кофе мы ни от государства ни от России ни от президентов ни копейки не взяли мы свои свои кровные я с работы пришел и копейку положил к вечеру после работы приходит все больше людей в Пельдесбур разворачивают палатки зажигают костры мы на передовой много украинцев таких как Галина Черкес вы знаете я вам хочу сказать мы не мешаем жить западу хотят они Бандеру пусть они его получают пусть празднуют свои праздники пусть оставят нам наше 9 мая это наша память это наши деды которые погибли в войну стихийный протест перерастает в самоорганизованное народное сопротивление в городе появляются патрули дружинников следят за порядком чтобы пьяных не было чтобы не мародерничали чтобы никто не дрался чтобы по городу порядок был это все гарантируется стоим до последнего ребята никуда не уходим мы с вами вы с нами бутерброды берите берите давайте кушайте кушайте холодно грейте пусть пройдут референдум и там будет все ясно я думаю что и сейчас все ясно но пусть официально сделают референдум все ничего не произойдет никакого просто референдум все как вас представить как зовут зовут меня Александр белый это не тот от которого мы подумали неожиданно приходит сообщение что к зданию движется бронетехника готовится штурм пацаны полчаса штурм ружье ружье команда ружьева команда ружьева давайте экипируемся полностью отворимся спасибо ребята до свидания дай бог увидимся ополченцы записывают прощальное обращение к родным и близким если мы больше с вами не будем общаться я хотел бы с вами попрощаться я думаю ну неплохой я был папа и сын за все это время поэтому как бы ну простите если что не так у нас через полчаса штурм и мы готовимся ко всему позвонив родным ополченцы принимают причастие не боишься страха ночного отца благородящего отец верящего тебе приходящий отрячь от места полуна как по деду асадовая пиздача и свадьтесь чтобы тебе не приплезли брать а в восторг там царствие божие поклониться туда господи институте христе сыне божий милостив помилу нас грешным женщин и детей немедленно просят покинуть площадь перед зданием СБУ но никто не расходится они будут стоять живым щитом остаются с ополченцами и священники как говорили на Майдане церковь с народом там своя церковь там была церковь греко-католическая здесь церковь снова православная конечно же московский патриархат вот и здесь церковь тоже с народом естественно буду гордиться за то что мы стояли здесь тревога оказалась сложной да у нас много провокаций много людей которые ну с разными лозунгами ну просто провокации начиная там от ночных петардов похожих на автоматные выстрелы то есть когда поднимаются все бойцы в ружье ну много провокаций проверяют на прочность трепят нам нервы больше на это похоже все началось с арестов руководителей штаба луганского ополчения 5 апреля начиная с трех часов альфа ну арестовать людей проводить обыски то есть ночное время чтобы не вышли люди не успели позвонить там соседям друзьям вот и поэтому сразу была ответная реакция пока не успели увезти арестованных товарищей в Киев люди вышли к СБУ модеревку дайте кондиционер не здесь давай давай пришлось вынести двери прежде чем украинские силовики согласились отпустить задержанных это была первая победа нам хотелось по примеру Крыма то есть получить какую-то поддержку но потом пришло осознание того что надо действовать своими силами луганские храмы бьют на бар ополченцы окружают церкви противотанковыми ежами на площади колокольный звон мешается с песней ставший символом протеста на всех митингах и майдан а Это репульсация газа. И где на день? Передем. Мы ждем передем. Новости приходят лавиной из Украины. И вот последнее. Под Луганском мирные жители остановили колонну украинской бронетехники. Люди уговорили солдат и офицеров, и те повернули обратно. После рекламы узнаем, зачем в Киев прилетал глава ЦРУ. В эфире специальный корреспондент. Мы продолжаем. Сергей Иванович, скажи, пожалуйста, директор ЦРУ прилетал в Киев. Зачем и для чего? Как вы думаете? Ну, прежде всего, давайте договоримся, что он прилетал. Очень долго говорилось, что это все выдумки, конспирологи. И теперь само ЦРУ признало, что он прилетал. Так? Это первый факт. Второе. Зачем может прилетать директор ЦРУ в кризисную зону? Нюхать цветы он не может прилетать, да? Отдыхать там он не может прилетать. Значит, он может прилетать только для очень определенного узкого набора целей лично. Он должен лично увидеть в глаза ключевую агентуру, понять, готова ли она исполнять приказ, исполнит ли. Он может думать о том, дать на газ, нажать на газ или нет. На тормоз он нажимать не будет. На тормоз будет нажимать Газдепа или кто-то еще, да? И он может давать гарантии людям. И, наконец, последнее. Blackwater и все прочее может получать некоторые распоряжения от него. И, опять-таки, нам все время говорят, русское присутствие, русское присутствие, это все фантазии. А Blackwater мы видим, мы его натурально видим уже все, да? Значит, мы видим, что иностранное торжение началось. То, что говорили, как гражданская война в Испании, Лидион Кондор и все прочее. Это уже есть. И с этим придется каким-то образом разбираться. Да, Сергей Ильич. Я соглашусь с вами, что директор ЦРУ прилетал не просто посмотреть. И он провел личные беседы со всем силовым блоком Украины и понял, что силовой блок Украины или колеблется, или вообще не будет выполнять приказы Авакова и приказы Яценюка и так далее. И в этом случае, почему не случайно, тоже Турчинов заявил, что мы будем привлекать армию. Это был единственный выход в этой ситуации. Ну, что я могу сказать? Они давали несколько раз все свидетели какие-то периоды. Сдать оружие, перейти там на сторону власти. Никто их просвежение не выполнял. И самое интересное, что в этой ситуации им нужна была хоть маленькая победа. Не случайно два маленьких города, Славянск и Краматорск, были первыми инстанциями. Сейчас весь блок СМИ Украины заполнен реальными, что мы победили, мы их нагнули, мы пойдем вперед. Но вот результат того, что они делают. Поэтому в любом случае армия может донести только силовой удар, огневой, а штурбовать должны пойти. И кто для себя возьмет первую кровь, тот и будет предателем Украины. Бандеры возьмут для себя первую кровь. Да, мы говорили с вами о том, что бандиты, в одетые форму национальной гвардии, иностранные наемники и так далее, вот эти люди пойдут. И, конечно, батальон Днепр, Коломойского, так сказать, за тысячу долларов и за пять тысяч пойдут. Ну, слушайте, конечно, ситуация тревожная, но пока мы видим, что операция-то буксует. На самом деле очевидно, что желающих убивать ни в местной милиции, ни в армии, ни даже в СБУ, или нет вовсе, или очень мало. Вот, и в этой ситуации, в этой ситуации киевская власть начинает тех, кто хочет убивать. А это как раз весь этот сброд с Майдана, так сказать. Его перемещают в национальную гвардию, начинают создавать какие-то незаконные формирования, типа батальона Днепр. Кстати, все эти формирования незаконны в соответствии с законом Украины. Аваков превышает свои полномочия. Закон о милиции Украины не позволяет ему создавать такие формирования. Он нарушает собственные законы, это совершенно очевидно. И на самом деле видно, что людей, которых как раз хотят убивать весь этот сброд с Майдана, пустят наводить ужас на население. Именно ужас. И в этом смысле они прямые потомки своих дедов и прадедов, прошедшей войны, бандеровцев, которые в реальных боестолкновениях всегда проигрывали. А их послали зачищать, так сказать, деревни с мирными жителями, чтобы население обратить, так сказать, в ужас. Как Белоруссия. Да, именно так. Вот именно этим, видимо, они будут заниматься. А армия, СБУ, милиция пока на самом деле видно, что особо желающих убивать там нет. Я хочу одну интересную деталь сказать. Да, возможно, профессиональную работу сделают как раз наемники из СБУ. То есть люди, привлеченные для профессионального убийства. А население тиранить будут вот эти вот люди с Майдана. Интересно, что батюшку не даст соврать, сегодня ведь великий вторник. Иуда предал Христа за 30 серебрников. И очень характерно, что именно в этот день, как бы, да, они решили начать убивать людей. И может быть даже убивать руками наемников, то есть тех, которые продают... На страстной неделе. Да, на страстной неделе, которые продают свои души за деньги. Вот они хотят устроить Кровавую Пасху. И это очень серьезно характеризует этих людей в Киеве. То, что они там саентологи, баптисты и так далее, и так далее. В Югославии тоже была Кровавая Пасха. В Рождество было, Кровавое Рождество было. И это не случайно, все эти вещи не случайно, я уверен абсолютно в этом. На страстной неделе распинают православных христиан. Я хочу, батюшка, дать слово. Батюшка, вы политический беженец с Украины, по сути дела. Скажите, что с вами произошло? Кратко, если можно. Я хотел бы сначала сказать, что произошло у нас на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Когда оно происходило в первую ночь, в первый день после этой революции майданной, когда на заседании, такого не было ни при Гитлере, ни при Сталине, чтобы прямо на заседании Синода ворвался господин Порошенко с представителями правого сектора, с представителями партии Свобода, и стал диктовать свои условия, что и как Синоду нужно принимать. Затем ко мне приходила СБУ на праздник Благовещения. И от меня потребовали, первое, доносить на своих прихожан, которые могут говорить о сепаратизме, а у нас большинство наших прихожан участники митингов. А второе, запретили давать людям координаты миссии ООН, чтобы, не дай бог, не раскрыть государственную тайну, что СБУ вызывает их на допросы. Я хочу сказать, что здесь строится откровенно фашистское государство, которое строится на основе русофобии и на основе ненависти к России. И я лично был вызван тем же следователем, которого вызывали моего коллегу, отца Олега Макрика, который привезли брать в Одессу спецназ СБУ Альфа, 10 автоматчиков, окружили понятые из западной Украины. Священника. Да, чтобы его одного, как спасителя, говорит, вы с Дрикольми вышли на меня, когда я был каждый день в церкви учил, вы не приходили, а ночью, это, кажется, все ночью происходит, ночные воронки. И мне звонят опять тот же самый следователь с западноукраинской фамилией из Киева и говорит, что я должен идти свидетелем пока, а потом, может быть, вас еще и арестуем за разговоры с организаторами митингов и за контакты с российскими общественными деятелями. Это преступная фашистская хунта, которая будет уничтожать народ. И я хочу сказать тем священникам, которые боятся говорить у нас, не получится отсидеться. Московскому патриархату на той Украине, которую строят они, места не будет. Вот он, настоящий террорист, между прочим, да? Вот говорят об антитеррористической операции, которую сейчас объявил Турчинов. Настоящие террористы вот там, где рассказывает батюшка. Настоящие террористы, которые преследуют простых мирных людей. Настоящие террористы запугивают людей, которые собираются избираться в президенты Украины, сегодняшний инцидент с Олегом Царевым, да? И я хотел бы сразу два вывода, потому что надо думать дальше. Вот сейчас ситуация тревожная, но что можно сделать? Очевидно, что своим решением Турчинов фактически исключил возможность президентских выборов. В условиях антитеррористической операции никаких выборов проводиться не должно. Это первое. Второе. Не копейки этому преступному режиму. Вот все эти договоры о том, что там сейчас дадут какие-то там миллиарды из Запада, это фактически финансирование будущей пролитой крови. Потому что понятно, что все эти деньги, которые получит преступный режим, пойдут на то, чтобы вооружать боевиков. Поэтому ни копейки этому режиму. Вот какие санкции должны быть реально и против кого применены. А последний философт, сразу после рекламы. В эфире специальный корреспондент. Продолжаем. Я хотел бы поблагодарить Александра за этот фильм и сказать, что я его смотрел с горечью. Потому что, к сожалению, то кровопролитие, к которому готовятся сейчас жители Донецка и территории восточных, оно, видимо, произойдет. Потому что та власть, которая пришла, так сказать, на крови, она по-другому и не умеет. И давайте определимся в терминах, когда мы говорим, что исполняющий обязанности президента двинул войска на подавление сепаратистов. Послушайте, военная хунта и правительство, которое было назначено на Майдане боевиками Майдана, отправило таких же отморозков и американских наемников на расстрел мирных жителей. Вот правильные слова. Где там американская армия? Я видел танк, который от Нивы уезжал по картофельному полю. Мы видели с вами натовское оружие, где военные украинские, там в черных костюмах, в черном камуфляже неопознанные люди. Я верю в то, что украинские военные не будут стрелять в своих. Я в это искренне верю. Пока в Крыму военные части не сделали ни одного выстрела, пока мы видим, как полицейские переходят на сторону мирных жителей и не выполняют поручения кровавого режима. Давайте не будем раньше времени вбивать клин между украинским народом и украинской армией. Боевики и бандиты, да, украинской армии пока нет. Саша, ты на связи. Какие-то есть новости, изменения? Да, буквально минуту назад я связывался с ребятами-сополченцами, которые находятся в непосредственной близости с аэродромом Краматорска. Узнал, какая там ситуация. Говорят, вроде бы устаканилась. Но напомню, что буквально два часа там была перестрелка. Жители Краматорска и ополченцы пытались захватить этот аэродром, чтобы не дать возможности разгрузиться вертолетом с десантом. Но не получилось. В ответ солдаты, охранявшие этот аэродром, открыли огонь, в том числе и на поражение. Ранили двух человек. Не солдаты, а боевики. Ситуация в Славянске более-менее спокойна, хотя напряжение чувствуется. Что? Да, возможно. Возможно, бойцы национальной гвардии, боевики непонятно кого туда привезли. Спасибо, Александр. Спасибо, Саша, тебе. Будь осторожен. У меня вопрос к члену Европарламента. Александр, почему нет ни одного европейского правозащитника в Лукьяновском СИЗО и СБУ в Киеве, где сидят и томятся десятки уже антифашистов? Ну, сейчас и не будет, потому что предыдущие кампании, что касается Европейского парламента, все депутаты заняты. Последнее заседание сейчас заканчивается в Страсбурге сегодня. Понятно. Последнее заседание. Я думаю, что полтора месяца будут заниматься все предыдущие кампании. Я хочу ответить на вопрос по финансированию. Финансирование Европейский парламент и Европейский союз не будет осуществлять таким образом, чтобы деньги не вернулись. Такого никогда не бывало. Поэтому для того, чтобы получить финансирование от Европейского парламента, надо доказать, что ты можешь эти деньги вернуть. Поэтому вы не думайте, что какие-то деньги кинут каким-то террористам, которые их просто разворуют. Теперь третья, очень важная вещь. Если бы сегодня смотрел все эти репортажи, смотрел то, что происходит вообще, переговорил с ребятами из Украины, понял одну вещь. То, что происходит на юго-востоке Украины, называется бунт. Знаете, чем отличается бунт от восстания? Или у восстания всегда есть вожаки, которые могут четко и ясно сформулировать свои цели и задачи. Что они там засели в этом здании? Я сейчас говорю очень цинично, по-военному. Не прививайте меня только. Что они засели в этом здании, что они ждут у моря погоды? Я как военный говорю, потому что в принципе, если ты занял здание, ты должен думать, что ты будешь сделать для того, как военный человек, чтобы это здание не атаковали, чтобы твоих бойцов не постреляли и так далее. А когда они сидят там и считают патроны, патроны, тогда это все плохо. Я с точки зрения военной. Я хочу перебивать. Я встал и сразу сказали, только не перебивайте меня. Потому что я знаю, вы зайдете себе. Так военный человек. Так вот я хочу сказать, каждый мнит себя стратегом в виде бой со стороны. Это не я, это Александр Рыбинович Твардовский. Там существует не бунт, там существует народ, отстаивающий конституцию, право и демократию. И перестаньте говорить к нам про бунт. Знаете, что... Понятно? Это не признающий кровавый... Это не в своем Европарламенте про это говорить. К сожалению, не надо... Я могу перекричать рот. Вот, еще раз, повторяю. Хоть от того лидера мне скажите. Одного, кто там сейчас, может ответить за базар. Кому я вам буду называть лидера? Да, от того лидера там. Телевизор, там хватит лидеров. Народ в жизни нет лидеров. Одну маленькую вещь... Я вам открою секрет. Это будете не вы. Нет, я одну маленькую вещь хочу сказать. Возможно, вы и правы, но это, конечно, свидетельство того, что людей довели. Давайте. У них не было никакого плана. У них не было никакого плана, понимаете? Покажите лидеру, пожалуйста. У них не было плана, поэтому нет лидеров. Людей просто довели, они вышли на улицу. Сейчас вы говорите бунт. Еще улыбаетесь? Сейчас, сейчас, сейчас. Виктор, два слова буквально. Виктор, два слова буквально. Это не бунт, это демократическая самоорганизация. Ни одного правонарушения. Сейчас мы получим ответ. Абсолютно. Да, ответ. Да. Кратко. Почему... Есть еще одна очень интересная версия, почему директор ЦРУ прилетал в Украину. Потому что за последние два месяца на Украине исчезли в неизвестном направлении несколько сотрудников Центрального разведывательного управления. Он просил их найти. Вот ответ на члены Европарламента, да. Вот вы из Луганска, из Одессы, из Украины, из Харькова. Вы бунт? Или вы люди, которые доведены? Кто вы? Ответьте, пожалуйста. Вы знаете, вы очень хорошо дали только что определение, но как так прошло вскользь, и никто не обратил внимания. Вы назвали этих людей антифашистами. Вот это, мне кажется, суть. Если бы не было фашизма, который движется, притом не только сегодня, а движется длительное время уже, движется западных регионов Украины, поддерживается властью, и в том числе на плечах этих фашистов пришли во властные кабинеты вот эти люди, то я вам скажу, совершенно правильно определение, антифашистское движение. Народ борется с фашистами, поэтому они говорят о своих предках, они говорят о своей земле, они патриоты, настоящие патриоты нашей Родины. Вы из Луганска, Натси, да? Я из Луганска, активист Луганской гвардии, мы одни из первых людей, которые выходили. Так вы бунт подняли или восстание? Мы восстали. Мы обычные люди, извините, меня возмутило, вот ваши слова, честно. Та обстановка, которая сейчас у нас в Луганске, во-первых, никогда такого единства у нас не было. Я хочу вам сказать, что эти люди, даже без оружия, пойдут до конца. Они от своего не отступят 20 лет. Потому что их просто уже довели. Мы два месяца кричали просто, мы требовали, нас не слышали. Нас просто довели до того, что нам пришлось, значит, занимать здание, брать в руки оружие. А как по-другому? Как по-другому? А каких лидеров назовите? Кто-нибудь? Подожди. У вас право говорить по-русски уголовный ответ. Тихо, тихо. За тексты на русском языке уголовный ответ. Как людям жить, они не знают другого языка. Они достаточно давным-давно сказали... в котором вы никак не можете добраться, потому что у вас выборы. Там каждый, каждый из нас, можно сказать, лидер, потому что это наше общее мнение. Да, и поверьте, будут те люди, которые вам, лично вам донесут наши требования. Сергей, вот это вы и хотите. Секунду. Да. Кратко, быстро, четко, ясно. Я коренной житель Славянска. Еще вчера я стоялся с моими братьями на баррикадах. Среди братьев были также мои друзья, других национальностей, которые ставили плечо-плечо защищать русский народ. То есть, вы понимаете, мы сделали не бунт, мы сделали восстание славянского народа в двух смыслах. Славянского, я повторюсь, против фашизма. Наши деды не добили в 45-м году, добьют сейчас. Мы выдержим любые атаки. Это вам гарантируем. А знаете почему? Знаете почему? Потому что в наших жилах течет, наших дедов кровь. Дух славянский течет. И как бы Blackwater не готовился нас победить, он этого не сможет. По двум причинам. Первое, это повторюсь, русский дух. И второе, русская непредсказуемость. И третье, это вера. Это наши вера. По поводу депутатов Европарламента. Спасибо. Финал. 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 Спасибо всем, кто пришел на нашу передачу. Новости идут лавинообразно. Следите за событиями. От себя хочу сказать. Одним, братья, опомнитесь, а другим, держитесь. Это была программа «Специальный корреспондент». Увидимся. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо.